Тишину утра в городе нарушила сирена скорой помощи. ГИБДД провела очередной рейд «Уступи дорогу скорой». Инспекторы выявляли, знают ли магнитогорские водители, как вести себя в ситуации, когда спецтранспорт с включенным маячком и спецсигналом спешит на помощь. В рейде приняла участие и наша съемочная группа. С включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом карета скорой помощи спешит в больницу. Так думают все окружающие. На самом деле в салоне спецтранспорта в эту минуту тяжелого больного нет. Только опытный водитель и инспекторы ГИБДД. Они проверяют, насколько хорошо авторюбители пропускают машины специального назначения. Многие теряются и не знают, как действовать в этой ситуации. В частности, водители, когда автомобиль скорой помощи выполнял маневр левого поворота, водители начали движение в прямом направлении. На пересечении Карла Маркса-Грязнова была создана аварийная ситуация, когда девушка на автомобиле BMW X6 выехала на перекресток. И практически чуть не совершила столкновение с автомобилем скорой помощи. Водитель Анатолий Захаренков за рулем скорой уже более 40 лет. Даже имея преимущество на дороге, прежде чем проехать на красный сигнал или по встречной полосе, все же убеждается, безопасен ли его маневр. По рабочих ситуациях, говорит Анатолий Сергеевич, с включенной сиреной ездить ему приходится нечасто. Часто не приходится, только с тяжелыми, если в случае аварии или кардиобольного, инфаркт, инсульт. А так в основном обыкновенная поездка. На каждом крупном перекрестке во время грейда посты ДПС. Тех, кто не дал дорогу скорой помощи, тут же останавливает инспектор. Водитель этой машины явно нарушил правила дорожного движения. Он выехал с перекрестка прямо перед спецмашиной, но при этом вину свою категорически отрицает. Нет, я не видел скорой. Я не слышал, не было сигнала. Звуковой был включен позже сигнал. Ряд с машин стоял, я не видел ее. Я смотрел пешехода. Реакция магнитогорских автолюбителей на сирену спецтранспорта неоднозначна. Водитель этого, черного Форда, не только не убрала автомобиль в сторону, но и продолжила разговаривать по телефону. Инспекторы ГИБДД отмечают, уступать дорогу спецтранспорту со включенным сигналом обязанность не только автолюбителей. Пешеходам правила предписывают в подобной ситуации воздержаться от перехода дороги. Такие рейды госавтоинспекция проводит регулярно. Цель их не наказать водителей, не пропустивших скорую, а напомнить им, как действовать в подобной ситуации. За время рейда все выявленные нарушители были удостоены не штрафов, а профилактической беседы. Елена Тимофеева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.